Идем к доктору, даем ему заключение МРТ, смотрим, что он скажет. Возможно, потребуется операция. До укуса собаки никаких проблем не было. Если операцию делать, вы можете как-нибудь связки укрепить, чтобы когда на руках борешься? Здесь есть действительно признаки воспаления. Это повод нам прооперировать. Да, вам курсить иногда какими-то препаратами, помогающими хрящу. Правильно ли я понимаю, что борьба в завязках в данном случае более лояльна? Пользуясь случаем, хочется поблагодарить бренд спортивного питания отечественного производства БИКСНТ за поддержку выпуска контента на данном канале, ну и также поддержку физического и косметологического здоровья. БИКСНТ обладает огромной линейкой различных вкусов и добавок. Все необходимое для жизнедеятельности спортсмена присутствует. Протеины, гейнеры, креатины, л-карнитины, бик-кг-пампы, витамины, рыбий жир и многое-многое другое. Также они есть на Валберес, проходите по ссылочке в описании, либо по кьюр-коду на экране, становитесь здоровыми и красивыми, как мы. Благодарю за внимание, смотрим видео дальше. Че, работаем? Всем добра и безопасной, комфортной среды обитания. Прежде всего, с вами Виктор Трухляович Грут. На дворе у нас 3 ноября, 7-я Красноармейская, дом 10. Стилю блудочно-красивочная, рубрика «Влажные новости». У нас вышел косметоз, обратите внимание. Вот такой вот он красивый, замечательный. На все масти, фиксация посильнее, фиксация послабее. Масло для бород, кьюр-код на экране, ссылка в описании. Пахнет просто потрясающе. Я, пожалуй, сегодня возьму себе волософиксин. Вот, сделаю с ним себе красоту. Из менее влажных новостей, как бы такие, подурачиться по это самое, я наебнул себе руку. Замечательно. Да, неплохо. Собственно, вот, обратите внимание. Те, кто на меня подписан в инстаграмах, наверное, уже видели, что две недели назад так получилось, что я играл с собачкой. Сейчас мне начнут писать. Мы говорили, что у тебя опасная собака. На самом деле, собака пересралась больше, чем я. В общем, как получилось? У нас есть такая игра, называется она «Собачинг» или «Бобик Билдинг». Собственно, как мы делаем. В общем, у него есть такая подушка, две ручки. И он там на команду, как бы, на нее кидается. Итак, получилось, что немножко у нас случился рассинхрон. Я в этот момент швельнулся. Он, как бы, немножко не в цвет попал. И, короче, ебанул мне по руке. Вот, видите? Вот точка от зуба. И вот здесь две точки от зуба. По сути, хуйня была, серьезно. То есть, я совершенно спокойно отношусь к боли, еще что-то. Ну, как бы, дырки, кровь, я такой, ну, бывает. Рука, естественно, распухла, как это от любой такой травмы. Пес ушел в депрессию, короче, пиздец. Но я не то, чтобы придал этому значение. И даже, когда она распухла, меня это не сильно напугало. То есть, я частенько бил кирпичи, она у меня пухла. То есть, это, как бы, ну, обычное такое явление. Ну, что, на следующий день я просыпаюсь, и ей становится лучше. Я такой думаю, если становится лучше, золотое правило спортсмена гласит о том, значит, заживает. Ну, и, как бы, по-моему, уже на второй день я начал тренироваться. Первые мои тренировки были довольно такие вялые, спокойные. То есть, я там подтягивался, делал какую-то статику, еще что-то. Вторая тренировка у меня уже была с булавами, с легкой булавой. Про нацию я делал, на бицепс поднимал, короче. Ну, тоже было, как бы, боль чувствовалась, но нормально. И потом, короче, уважаемый Сандых раз на раз прибыл ко мне домой, до дома Духаты. И мы сняли прекрасное видео, такое прощальное из Москвы, когда уезжали. То есть, мой вечерний досуг. То есть, вот, Собаченко Бобик Билдинг. Потом, там, с кувалдой тяжелой я потренировался прямо на улице, там, перед этим побегал. Брусья с весом 50 килограмм. Потом, короче, пожал две гири по 24. И, как я понимаю, наверное, вот финалом, эпогеем всей этой хуеты было то, что я сделал имом отжимания. 10 минут по 15 отжиманий. Соответственно, все бы ничего, но на отжиманиях я почувствовал некоторого рода боль. И потом, на следующий день, очень заболела моя рука, распухла сильнее, чем была. Ну, в общем, заболела настолько, что я довольно толерантный к боли человек, но я не мог спать. То есть, мне приходилось искать какое-то положение, где она меньше болит, то есть, ее сувать под холодную воду. Короче, полный пиздец. Я такой думаю, ну, обождем. Обождал пару дней, понял, что пиздец не проходит. И, соответственно, было уже принято решение пойти сделать МРТ. МРТ я сделал. Короче, результаты МРТ я ждал где-то час с лишним. Обычно это все происходит быстрее. Это было ночью, потому что ночью дешевле. Через час с чем-то меня зовут все-таки в этот приемный покой. И первое, что мне говорит вот этот рентгенолог, который заключолог, вот этот вот, который все пишет, он говорит, можешь сфоткаться? Я думаю, блядь. Я говорю, давай посмотрим нахуй сначала, что ты написал-то там, прежде чем фоткаться. Ну, как бы в целом у меня настроение сейчас вообще такое себе. Ну, естественно. Он достает мне вот это вот заключение. И ощущение такое, что он как будто, блядь, вот с гугла все, что было, собрал. То есть, там такой пиздец вообще. То есть, ну, как бы я даже не стал гуглить. Это сделали за меня, мои дорогие друзья. Спасибо вам, говорю, рассказали мне, что, по-моему, я уже должен был, короче, умереть и сдохнуть. Я записался к врачу. Говорят, что это самый крутой врач в области вот этих вот кистевых припарок, собственно. Зовут его Дмитрий Георгиевич Наконечный. Собственно, записаться к нему, на самом деле, целая история. То есть, я ждал, в свою очередь, неделю. И на протяжении недели, то есть, я некоторые дни мучился с болью. Очень много приседал с эрхером, бегал. То есть, ну, как бы работал исключительно одной рукой. Были ночи, которые прямо совсем были не очень. Были ночи, которые, как бы, вроде как и нормально. Соответственно, вот дождался сегодняшнего дня, пятница. И сейчас мы едем к нему. Я с ним договорился. Я попросил у него разрешение, можно ли снять весь процесс. Требуется ли ему медийное освещение. Ну и в целом, как бы, я обычно рассказываю про свои травмы, которые у меня случаются. В целом, как бы, он сказал, что да, конечно, заинтересован. Давайте сделаем. И я думаю, это будет для многих полезно. Идем к доктору, даем ему заключение МРТ. Смотрим, что он скажет. Возможно, потребуется операция. Что беспокоит? Так, доктор, здравствуйте. Меня беспокоит рука. Вот, собственно. Рассказывать всю историю? Нет, вот прям начните с того, что на данный момент, что с ней не так, что болит? Болит она вот здесь, болит вот здесь. То есть, лучше на подвижность. То есть, я не могу ужать со всей силы. Я не могу вкрутиться полностью. Я не могу раскрутиться полностью. Вот это приведение вроде называется. И отведение оно такое нарушено. То есть, примерно... Болезненное или что, болезненное? Я плохо сплю иногда от боли. То есть, прямо она плохо себя чувствует. Я очень долго ждал встречи с вами. Это болит при каких-то именно больших нагрузках или даже ночью, может быть? им и ночью и в принципе я как бытовой инвалид вот там двери закрутить тяжело то есть пакет полиэтиленом оторвать неприятно мне говорили вы спортсмен да вы продолжаете тренировки уже не да он тренировался он не осмотреться я но он руку не тренировали но тут смотрите какая ситуация в общем мы играли с собакой и она мимо игрушки промахнулась к усилами рука распухла ну там вот тут . тут . но ничего такого на следующие дни мне стало лучше то есть я почувствовал облегчение я думаю ну значит ничего страшного не произошло начал агрессивно тренироваться и вот в один момент как-то по-моему очень сильно потренировался и все и стало хуже чем было до вкуса собаки никаких проблем не было когда ну примерно две недели назад без малого две недели ухажения начались после вот неделю назад то есть неделю более-менее она шла на поправку то этому ходила но она правда как будто меня даже не беспокоило более именно на отжимание да да то есть я почувствовал у меня есть мрт и заключение да да больно вот сюда начиная диагностику системы включая головной дисплей есть загрузи из компьютера панель управления загружаются но как порядок я перезагрузился он написал на такое страшенное заключение мне кажется что он все симптомы из гугла которые нашел мой локоть жутко болит может врачу показать да просто загугли что с ним некротизирующий фасцилит смерть заключение мрт всегда очень подробно у меня не всегда совпадает мнение с тем что пишут на мрт найти могут до механические разные изменения наша задача помогать вам в только в том на что вы жалуетесь прооперировать иначе можно все и каждого но я слышал что операция это вообще ну крайняя мера по сути если можно обойтись лучше на но я же хирург кисти практически все мои пациенты они оперируются это же такая история хирургу и приходят обычно за операцией грустно покажешь не решили ничего конечно подождите может быть а может и нет да статистика такая что у меня оперируемых людей больше чем нет действительно нас немножко сказать ну такую еще вот заранее хотел спросить с операцию делать вы можете как-нибудь связки укрепить чтобы когда на руках борешься чтобы кисть получше держаться что-то там вот немножко поднатянуть но это мы не под камеру да есть остальные пудли я говорил женя говорит что какой-то чувак у них россию выиграл у него там стальные пластины в плече и в руке типа был он всех перерубил потом узналось там чуть-чуть скандал ну вообще стальные пластины в плече могут наоборот быть причиной перелома много у вас армбресслеров вообще качестве пациента не очень много но ну прилично просто армбресслеры редко обращаются но у них очень многих повреждены связки запястья и страдает локтевой сустав пока они в тонусе их просто это не сильно беспокоит надо выступать и адреналин побеждает трен баллон я на самом деле вообще обезболиваем только когда болит голова ну потому что мне кажется что если убирать боль то начнешь и швылить активнее ну то я такого боль нужно принимать достойно весом и не головная тут не больно ну давайте так здесь есть действительно признаки воспаления те поражения могут те все наверняка там написано теперь все все что ты слышал повреждение треугольного пирожных речевого комплекса это она с признаками отрыва от лучевой кости и то есть но реально при клиническом осмотре я не видел явной нестабильности поэтому пока что вам больно это место трогать но нет более вот связано с нестабильностью этому я не буду спешить оперировать я могу сказать что вот до осложнения я там ну ну там жёсткие были нагрузки да то есть я там прям с кувалдой все то есть прям на кисть постоянно был он собаку сколько 40 килограмм 50 на одной кисти держал на руке подвижный состояние который еще дерганая нагрузка и все мы не испытывал боли всем добра и безопасной и комфортной среды обитания прежде всего вести с полей в моей онлайн-школе атлетизма имени виктор евгеньевич и меня а именно в курсе морозоустойчивости вышла лекция посвященная такой дисциплине как бег дикарем что такое бег дикарем зачем нужен как планомерно в него вкатиться и все 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 очень подробно и досконально разжевал и вам вот так вот положил помимо бега дикарем там присутствует еще несколько лекций которые позволят вам планомерно и аккуратно вкатиться в тему закаливания перестать бояться холода перестать дрожать при первых осенних порывах ветра и понижение температуры если вы устали болеть если вы стали зимой таскать на себе ебаную тьму шмоток проходить по ссылочке в описании или по киркоду на экране будьте здоровы если хочешь здорово закаляй меня больше беспокоит вот это вот непонятная здесь жидкость я бы честно говоря понаблюдал потому что мне кажется что это просто последствия если спровоцировал укус то есть воспалительный процесс надо за за ним последить я не вижу повода на данный момент принимать антибиотики по крайней мере не сделав анализ крови не убедившись что есть какое-то системное воспаление укусы это всегда инфицированные раны причем инфекция достаточно злая насторожиться на этот предмет надо тем более что у вас до сих пор вот эти жалобы и они в общем начались от момента укуса вы дали нагрузку да и спровоцировали это работает с любой инфекцией есть повреждение действительно но скорее всего они вас не беспокоили до это собака вряд ли могла вызвать эти повреждения они скорее всего у вас как были прежние поэтому те воспаления которые есть надо подождать дал бы время покоя у вас прошло не так много времени две недели это небольшой срок для поражения сустава и там будет ли я перебил покоя это не две недели какой вид ну да тренировался ты сколько или в покой руку держишь максимум неделю даже не прошло не надо то доктором но я привык спортсмены они такие тут я просто на вас возлагаю ответственность каждый сам кузнец своего счастья но в этом случае просто кузнец на букву п но да все то же самое в данной ситуации я соглашусь с мнением мртшника что имеет смысл повторить в динамике посмотреть через какое-то время если у вас не будет отрицательной динамики то есть если что-то ухудшается вы сразу ко мне и мы предпринимаем какие-то действия даже что мы что мы реально боимся если у нас есть жидкость если есть воспаление связанную с собакой инфекция может проявиться сразу буквально там на пятый день добыть как это флегмона воспаление что такое но бывает иногда это эта реакция может быть отсрочен поэтому мы за этим посмотрим явную острую реакцию вы проскочили все нормально вы сказали что там уже что-то было да да есть но вот повреждение вот этого треугольного комплекса налетив сессии мы его между собой все называем где такой тяжик черный должен идти к локтевой кости там местами где там прерывается но самое главное место где он должен иметь основную точку самую мощную фиксации он этой точке здесь не имеет это повод нам прооперировать в обычной ситуации если человек нам приходит с жалобами именно на вот этот треугольный комплекс я не буду вам подсказывать но вы мне их не предъявили но основная проблема ну вот для армрестлеров обычно это все они связаны с ротацией запястья но что передается вся мощь руки на на кисть получается такой через карданный вал практически сама по себе кисть она никак не вращается поэтому до боли могут быть связаны с этим да вы могли повредить его раньше сейчас вы мне на нее не жалуетесь так резал эту штуку прооперировать допустим теоретически треугольный комплекс за что но это точно не надо делать сейчас потому что но мы потеряем его при условии что у вас не прошло еще полностью воспаление какая-то часть инфекции которая попала но вы с ней там боретесь для того чтобы его пришить мы используем нитки мы используем якоря это по сути инородное тело на этом инородном теле любая инфекция развивается удвоенной скоростью ну так же я не знаю там зубы никогда да мне не вкручиваем не имплантируют зубы если есть признаки инфекции тогда вот это ровно такая же история очень похож на чисто теоретически когда это все пройдет если смысл его ремонтировать даст ли это что если будут жалобы если будут жалобы если будут боли если будет нестабильность да это это повод это показания для операции если вы занимаетесь армрестлингом то ремонт вот вот этого комплекса для вас это будет сродни пластической операции на носе у боксера я не шарю ты сразу потом 5 повредишь вероятность того что до что вы ее повредите достаточно большая поэтому лучше дождаться конца карьеры армрестлера да если она не мешает вам ею заниматься другой вопрос если вы не можете а вам надо защищать честь своей своей страны вот но тогда окей мы будем лечить все что можем пришивать фиксировать и так далее так что получается покой обложиться женщины вы сказали что такое я я не возражаю лучше чем холод в нашем в нашем государстве это это приветствуется а ему вот покой лучше вообще не тренироваться тренироваться можно не давать нагрузку на запястье не обязательно как же мы джон рэмбо да там совершать геройские подвиги вот можем то что придумать что-то более приспособленное и за поговорите с тренерами в конце концов всегда есть разумные решения сейчас нужно обрадоваться или вот вообще расстроиться я думаю надо обрадоваться на данный момент да вы получили инфекцию с которой вы вроде бы справляетесь на всякий случай сделайте анализ крови чтобы да мы были в этом уверены я правильно понял что нужно еще раз к вам будет залететь если вы будете чувствовать себя совершенно нормально и не ощущать повода ко мне залетать у меня в принципе прием наполнен не обязательно да не дай бог появится какое-то там покраснение воспаление на руку раздует больше у вас появится температура тогда приходите конечно раньше и не ждите спасибо докчу ну хорошо немного немножко радуется значит включаем никакие вот на поводу отмечать кстати обязан сказать ваше дело соблюдать там не соблюдать и опять же к слову о кузнецах алкоголь снижает иммунный статус поэтому если вы любишь отмечать это мы в грузинские страны закушать хочу пурить это да но в принципе ну на будущее да вам курсить иногда какими-то препаратами помогающими хрящу ну в этом есть польза все спортсмены это делают пожалуйста это же ангел даже говорит наши смотрели да понятно у всех армрестлеров но у меня в том числе болит страдает локтевой нерв потому что в юности да серьезно мы в разных я давно этим не занимался у вас есть фораду знаете куда вкручиваешь у большинства страдали медиальные колаторальные связки здесь как итог всего нет зажат рубцами и поэтому синдром капитального канала такой 2 по частоте туннельный синдром он у армрестлера встречается достаточно часто плюс армрестлера еще качают трицепсы очень им трицепсом тоже этот локтевой нерв смещается ребята приходят с не имеющими пальцами обычно это мизинец у человека разговаривает по телефону и у него не имеет мизинец и немножко безымянного пальца да в этом случае надо освобождать нервы потому что в какой-то момент рука и и силу теряет тонкие движения долго боролись я был студенческой команде пока мы были в институте еще там пост постинститутское время общем наша команда долгое время занимала первое место медицинский институт можете откинуть вот 20 лет назад спросить историю прикольно вот но все-таки вот если на чистоту армрестлинг но руки в принципе человеческие они не предназначены вообще к движению армрестлинга к борьбе водка это же вообще противоестественная вещь у нас есть такое сообщество хирурга кисти в этом году проходил очередной конгресс и как раз мне было поручено сделать он был посвящен спортивным травмам на руках меня как раз попросили сделать доклад нет анастасия помогала с подбором литературы она ездила смотреть политехов да там же зомбалат вот она смотрела ребят тоже эта тема актуализировалась я встречался с еще тренером из выйти вот армрестлеры люди у которых сильно страдать локти сильно страдают запястья движение которые выполняются на руки не приспособлены но мы делали такой небольшой обзор биомеханики как как это делается и как борется есть техники которые такие условно читерские но при этом они крайне опасные очень травматично да вот ведется через верх но при этом расслабляется сейчас за это время вот этого быть да да очень опасно и соперник может пострадать и сам человек который борется такой техникой тоже сильно страдает тип называется борьба в кости сами спортсмены армрестлеры как ни странно ломают плечи редко вот но любители армрестлера и в основном про них вся научная литература она в основном посвящена перелом плечевой кости профессионала редко и ломают все-таки правильно ли я понимаю что борьба в завязках в данном случае более лояльно если вы даете нагрузку через вот лучевую кость то есть если у вас шнур прошел вот здесь давить и лучевой костью тогда да все пацаны срывайте говорите заказка завязках это запас не очень часто же завязки делают чуть выше лучевой кости на и тогда это не работает тогда точно также рычаг усиливается и я вас спрашивает пониже повышен пониже пониже на насколько это будет наш обменяется рычаг тогда нагрузка другая не не все не все смогут справиться физически это тогда уже надо не пронировать а базу делать я хуй знает на самом деле но в целом наверное хорошо да да в смысле наверно хорошо все насколько я своей идиотской головой могу анализировать сколько раз мне уже всякой хуйни с рук сходило пиздец просто я как бы не то что ну я не верующий человек но чё-то какой-то вот железнобокий торван дуба щит где-то меня охраняет судя по всему док классный вообще пиздец навалите пожалуйста комментариев и лайков чтобы мы с ним сняли подкаст очень приятно с ним поговорить и очень прикольно что можно вот обсудить такие темы вот про армрестлинг и про обвязку пиздец это наверное одно из самых ценных что мы сегодня узнали ну вот если вот брать именно прикладной спорт остальном из маловажного что касается меня хорошо ждем тогда снижение воспаления в общем ждем позитивную динамику приходим наверное на повторное исследование что скажешь я рад что все хорошо меня немножко настораживает что вот это http старо странное она вообще не способна я так понимаю это распространенная тема плюс он тебе сразу сказал что если ты сделаешь и будешь бороться ты опять сломаешь зачем ты еще сделать ну короче это знаете как этот есть же блуждающий вот этот вот этот аппендикс который вроде есть но вроде и нахуй не нужен наверное вот это hdcp короче для армрестеров тоже такое же типа отвалилась ну и хуй с ним с другой стороны в принципе ударной рукой у меня является левая если навалите нормально комментариев мы пойдем сделаем мрт на левую руку просто чтобы посадить что там вот но можно тоже ее посмотреть по изучать все вот такая вот история все лайки письки короче все там шлите в директ мне девочки подписки на канал подписки на канал да извините я так и сказал вроде бы то есть все случаем хотелось бы пригласить вас в свой уютненький телеграм-канал конечно же для начала вы должны пройти по ссылке и подписаться разумеется после того как посмотрите первый видос выход новых видяшек если вдруг у меня случится радикулить жопу вы узнаете об этом первым ну и конечно же если я дам горячего наивка александру корягину вы тоже увидите кружок также в телеграм-каналу присоединена то есть это своего рода чат кружочек по интересу где самые отъявленные мои подписчики камни которые чтут атмосферу понимают мемологию обсуждают дружат делятся своими тренировками нюансами возможно какими-то событиями вы конечно же отменная локальная мемология и картиночки едяшечки все то что вы так любите у нас группе орудует профессиональный мемолог в 50 поколении который никого не оставит равнодушным и поднимет вам настроение благодарю за внимание смотрим видео дальше